Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Номер 105. Вопросы и события дня. Задавайте вопросы. 25 марта 2016 года. Сегодня 26, это за 25. Не все повторяю, но кое-что мы берем, чтобы увидеть. Нам понравилась эта тема, много она просвещается. Ну и вот взято кругом измена трусия с обман от императора. Это как клеймо сегодня на всех. Просчитайте, зачитать не будем. Чтобы заходили сами на форум. А то с контактов пока принесут, модератор заметит, не заметит. Там говорит, там сотни где-то. И они стоят, и никакой связи нет. И вот объявление, чтобы помочь брать по одному ролику и краткое содержание дать. На какой минуте, на какой секунде. Считайте, что тут написано. Я это не успеваю. Искушение опять началось. Ну давай, смотри. Дальше вот на нашем сайте, это сайт, не форум. Вот эти вот там аудио, видео перевести вот в эти позиции. По сегодняшний день не перевели. Ну и вот занятия. Сергей Пупов ведет. Вчера были. Вчера я ролик поставил, назвал его вот так. И дальше считай. Виталий Калиников. Я благодарю Господа нашего Иисуса Христа за все, что вы, Игнать Тихонович, сделали и делаете во славу имени Его. Вышел вчера на меня и переговорили с ним. Учился в семинаре. Вот. И какие у него дела были. Ну теперь уже ролик будет стоять, с ним разговариваю. Теперь Тарасий. Тарасий добрался домой, благодарю за молитвы. Господь послал на пути очень много добрых людей и в Норвегии, и в Турции. Турки меня поразили своей заботой и добротой. Верю в мире больше добрых и хороших людей. Вот видишь как. Мы тоже по Турции проехали. Мы эту страну, ну проехали-то не одну страну. Все европейские почти страны, Скандинавию, Прибалтику, выделили. Какой трудолюбивый народ. Просто удивительно. Вот где какие-то строят стадионы большие в России, всегда нанимают турок. Это не туркмены, таджики там подметать. Дальше. Иначе, 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 наушники немножко уберите ниже. Да нет, далеко-то не надо. Считай. Роман Амашо, православие, есть много пророчеств о том, что когда придет антихрист и ведет свою печать, без которой человек не сможет жить в миру, так как нельзя не оплатить счета, не купить, не продать, то люди, не принявшие антихриста, будут уходить в Сибирь. Исходя из этого, думаю, важно создавать православные селения в Сибири, в которых можно жить максимально, без благ цивилизации, то есть без света, автомобилей, тракторов и прочей современной механизации и технологии. Но это не спасение. Дело в том, что в Грузии, Грузия, там, в Кавказские горы уходили мнахи, а их находили, отдельно жили. Кто-то натолкнулся, ну, бывает, грибы собирает. Выдали их и допросили, всех расстреляли. Так что, пока сейчас будешь строить, такие были, которые там под землей уже строили, все, продукты, все пропало, ничего нет, и кто это делал, священник умер уже, бабки копали, и копали прямо под трассу. Вот не хватало еще, чтобы туда рухнули. Давай. Не то, чтобы уже сегодня совсем отказаться от всего, но уже создавать возможность для такого проживания. Вот именно и интересен мне Стерлигов тем, что уже сегодня пропагандирует подобное. Жаль, что он церковь не признает. Ну, еще он пропагандирует, дальше. Думаю, было бы полезно соединить усилия в этой идее и православным. Тем более, Стерлигов не против. У него одно название только, с большой буквы, разрушитель. Он ни грамма нигде к спасению не приводит, только уводит. А если этого нет, церковь не признает, а остальное это что? Вот он строил там усадьбу, наконец бросил, заколотил, уехал в один день. А остальные это и где, никого и нет. И за ними, когда дела какие-то открываются, они только в бега, куда? В Карабах. Ну, вообще, книгу нашел, неправильно ли это исчисление. Он все знает, знает, как правильно рожать. Константин Готауния. Уважаемый Игнатий Тихонович, спасибо вам за большое, за вашу просветительскую и духовную деятельность. Дай вам Бог долгих лет жизни, здоровья, удачи, творческих успехов и всего самого хорошего. Спасибо вам большое, вы делаете великое дело. Вот кто-то новый человек пришел, я его не знаю. Алексей Каранов, Игнатий Тихонович, скажите, пожалуйста, как наша душа, которая так драгоценна в овощах Божьих, может находиться в таком вонючем теле? Имей в виду жидкость, которая хуже болотной. Как вы думаете, с какой именно целью Господь позволил, чтобы в нашем теле находилась столь отвратительная жидкость? Как человеку правильно об этом рассуждать? Так, ну как, вот так как есть, рассуждайте, чтобы ты помнил, что ты прах. Я вот как-то учился, когда еще в техникуме здесь, зашел в общежитие, а там лежат ребята и считают, как приехала принцесса, тут посетила какая-то в советское время, там 60, это в 59-й год примерно еще был. Принцесса, он говорит, ну все, понимаю я, принцесса там, она так, ну как вспомнил, что она в туалет ходит-то, и никакая она не принцесса, все так же, любой пищу, любой шоколад, ты знаешь, во что она превратится и как будет пахнуть. Только когда люди, говорят, жуются, вот, да ты посмотри, вот он жуется, ну дальше продолжу, вот, желудочно-кишечный тракт, как Екатерин Шенко писал, ни о чем больше не думайте. Ну а дальше-то на выходе все, и все, и называется прямая, прямая дорога, прямая кишка. Бог это сделал так. Но как сделал, вот это выходное отверстие, прямая кишка, Златоуз, говорит, сделал, чтобы ты не видел ее, чтобы глазам твоим не было неприятно. А когда перепьешь, бреешь, перед ртом у тебя было, чтобы ты понимал, что ты наделал-то. Вот даже это, и то они умели истолковать. Дальше. А я написал, ролик поставил такой. В алтарь бесноватых тащит попы и причащает на погибель. Тоже ролик будет стоять такой. Слава Христу, состоялся форум Дворкина Александра в районе ДК по приглашению нашего благочиния. Всем священникам явка была обязательна. Ну как, как они его любят. То есть пропала патриархия от одного Дворкина только. Д, опять же, Д здесь. Совершенно чуждый христианство человек. Разрушитель. Натравливает везде. Его слушает и все. Неужели это не видно? Да патриарха не видит, ничего не знает. Что это за человек-то? У него и веры никакой нету. Всем, когда бы я приехал, то в зале уже было много людей. Как выяснилось позже, где-то около 40 человек были чадо священника Георгия Кочеткова, православного, богослова и катехизатора. Основателя или ректора Свято-Филарецкого православного христианского института РПЦ. Автора более 40 книг на разных языках. Дворкин прочитал лекцию «Ни о чем». «Ни о чем». Вот там начинает епископ и говорит, и говорит «Ни о чем, ни о чем». Вот Горбачев когда говорил, как будто бы что-то захватывает. С ним ездит корреспондент, говорит «Три часа, говорит, его слушал, и писать еще, не знаю, какой отчет дать». О деятельности разных сект. То есть он сам ничего не делает. Он подглядывает, только они делают, приобретают. Ну ты-то в это время приобрети хоть одного. Он ни одного нигде не обратил. Это нет у него. Потом, отвечая на вопросы слушателей, назвал священника Георгия Кочеткова сектантом и гуру. Вот на меня нападает который. А нет, все миссионерские отделы, они заражены этим. Они как враги, будто бы совершенно такие деревянные мозги. Ничего не понимает, он написан, вот по этой глядит, так иконы, так ему показали. Что дальше? Чем вызвал возмущение духовных чад священника. На их вопросы, ответы за свои слова он не дал. После чего в окружении полиции покинул зал. О как, охраняют его, человека с двойным гражданством. Шизофреника и наркомана бывшего. И доверяют по всей стране. Это ужас какой-то. Что со страной делается. Но один дворкин уже показывает, что забрели-то уже прямо во врата преисподней. Если бы на этой лекции были сектанты, они бы такими и остались. Впечатление тяжелое. Ну вот так. И пишет человек, который там был. Ну а по-другому оно не может быть. Никаких миссионерских отделов быть не может. Самое негодное, мрачное, злобное, все туда скатывается. Вот чтобы он приходил, вот и такой, обращаясь к властям, чтобы закрылись, регистрации сняли. Они ничего не могут сделать. Как будто отродье дьявольское какое-то. Миссионером может быть только тот, кто Духом Святым движимый. Даже раздавать пищу, и то, изведанный Духом Святым. Они ничего не понимают совершенно. Я буквально ни одного миссионера не вижу такой, чтобы в отделах был. Вот ездит, с Библией в руках говорит Олег Синяев. Вот в общем-то да, это действительно он говорит. Ну и то, когда разговор до конца доходит, что-то. Ну как, ну езжайте в паломническую поездку, к мощам приложитесь. То есть, все-таки вот этот запах того, что не является евангельским, он очень сильный. Вот так он побыл, ушел. Что они делают? За сколько минут в стороне обращается один сектанты? Вот это время, пока он людей держал, заблокировал, в это время сектанты шли по домам. Они свидетельствовали, они говорили. Он их как будто не научился ни чему. Наташа, дорогой Игнатий Тихонович, не спускайте так на самочек этого мерзавца. Столько он пакостей делает и местным в Караганте. Устали уже от него. Как и обещал, я сообщу, что знаю о Алмазове. СД. СД. Алмазы, Саварбек. Саварбек Армазов. А Алмазов, так же, Абраилович, живет в Караганда по адресу Добровольный, переулок, дом 1. Вот как, я не знал, где живет, теперь адрес высветился. Там несколько домов, все они первые. Первый, первый, один А, один Б. Не важно, важно, что от нефтебазы, как повернуть на переулок Добровольный, там и на полевой стороне, смотрите. Кстати, Алмазов СД владеет двумя домами. Большие, достаточно один, чуть больше, другой, чуть меньше. Квадратов по 60-80 каждый. Так же у него и бизнес. Человек он достаточно состоятельный. То о Бентли мечтает, то о Феррари, а это очень дорогие машины. Вы за всю жизнь и десятой части не заработали бы. Бизнес его, как поговаривают, имеет проблемы с налоговой. Скрывает он от них что-то, видимо. Но это уж пусть прокуратура выясняет, все ли у него там чисто. А владеет он и сауной, и бассейной. Там он то Саварбек и находит себе потеху. Насмотрится там обнаженных тел и лезет в него вся эта пакость. А вот эта женщина в белой шапке, что вы показали на 12.00-13 минуте, на вашей якобы страничке, созданной по всей видимости Саварбеком, это Света. Она у него работает и там же и живет. Вот печку топит, чтобы жарче гостям было развлекаться, чтобы не застыли в сауне. Поговаривают, что он и над ней издевается, творит с ней что хочет. Хоть она уже не молодая, однако после того, что он и вас сексуального характера портреты делает, и на вашу жену, то тут про него, про его рабыню Свету уж и удивляться нечему. Рабыню, потому что она там как бесплатное приложение, говорят, работает за курку хлеба и ночлег. Ну и прихоти Саварбека выполняет. Бизнес его связан с ежедневным развратом. Слухи слухами, но они ползут, и в каждом есть доля правды. А говорят неутешительное. То клиенты, побывавшие там, запах травки почувствовали. Не берусь судить, Саварбек ее употребляет или его постояльца. Но потому что я увидел в вашем ролике, по тем фото Света, что он передал, это возможно. Это можно придумать такое, только хорошо накурившись какой-то дури. В светлую голову такой львов не прийдет. Саварбек очень походлив. Часто ходят слухи, что он пристает к посетителям его сауны, предпочтительно к женскому полу. Но вот то, что вы тут рассказывали, что он ваших Никиту и Сергея, по-моему, в садоме, так вот, это как раз про Саварбека. Говорят, он тайком этим увлекается. Скрывает от всех, но увлекается. Найдет подходящий момент, войдет в доверие, и всякое у него там бывает. И шабаш, и групповуха. В общем, разрад полный. Однако это нужно проверять, так как это всего лишь околосауные слухи. Пусть прокуратура разбирается. Кстати, вот его телефон. 422-359. Ах да, лучше с кодом города указать. А то так не дозвонишься. Плюс 7, 72-12-442-20-59. Думаю, хорошо бы, чтобы они застали туда тайных посетителей клиентов. Однако он сейчас прижмет свою задницу. Будет осторожничать. Надо, чтобы раз в полгодика регулярно его проверяли тайными клиентами. Тогда им может вскрыться вся правда о нем. Нам уж этот Саварбек изрядно надоел. Его сауна, плитон разврата и похоти. На этом пока все. За правдивость всех слухов не ручаюсь, но они рождаются не на пустом месте. Пусть прокуратура проверяет достоверность слухов. Телефон и адрес я вам предоставила. Этого достаточно, чтобы они могли получить всю дальнейшую информацию о этом полоумном извращенце. Ему действительно 40 лет по национальности. Он ингушет. Что-то мама у него, говорят, болеет. Да и сам он болящий походу. На голову, видимо, раз так поступает. Поговаривает, что вроде где-то у него брат есть, который поуспешнее, чем он в жизни. Однако не могу точно сказать, так ли это. Если и есть брат, то он не в Караганде живет точно. Наташа, добавка. Написала сообщение, а потом бы дальше ролик ваш стал осмотреть. И услышала, что он на ваших наговаривает, что вы держите у рабстве запайку хлеба. Так как раз у него света на таких условиях примерно. В общем, похоже, все, что он писал про вас, это он свою жизнь излагал. И рабство, и разврат, и гейство. Так что пусть прокуратура изучает материалы. А вы лично не давайте ему в спуску, пока он вам в скайп не позвонит и не признается, и прилюдно через скайп пусть извинится перед человеком, который ему намного старше его. И еще говорит, вашими парнями пусть извинится. Скайп-то установит себе на телефон. Немаленький мальчик уже, это не сложно. 40 лет как никак. Уж такие карикатуры на своих рабов липят. А скайп-то и подавно сможет постановить. Очень хочется посмотреть, как он будет признаваться и оправдываться, зачем он все это делал. Морально хоть покроет ущерб, причиняемым всем окружающим. Это более ранее я взял. Все. Русская православная община. Это вот такое, не имя, не еще, а вот такое. Почему служители АМП набросились на деятельность Игнатия Тихоновича Лапкина? Главная причина – это значительно более достойный образец православной жизни в общине братьев Лапкинах. Этот образец обличает серьезные духовные болезни московской патриархии. Жизнь в нравственной чистоте, жизнь общинная, жизнь вне города, который превращается в Амилон, Содом, Египет. Общинная жизнь, где есть старшие, но и есть настоящее братство. Всего этого уже давно нет на приходах московской патриархии. Приходская община и жизнь в Ампе убирают, потому что ее убивают. И заказ на убийство происходит от слуг антихриста Кирилла Гундяева и Илариона Алфеева. Игнатий Лапкин занимается людьми. Почему? Потому что им движет любовь к Богу и к ближним. Отсутствие любви – главный недостаток московской патриархии. Общинная братьев Лапкиных совершает труд, с которым не может сравниться труд нескольких епархий московской патриархии. Слава Господу Христу за это. А иначе быть и не может, ведь сегодня служители московской патриархии, они служат своему достатку ради власти и денежной корысти. В общине Лапкиных, как и в любой настоящей православной общине, не может существовать магазин церковный. Служители московской патриархии сегодня не могут совершать свое служение, в кавычках, без церковного магазина. Абсолютно точно пишут. Потому что они, как и во времена земного служения нашего Господа Иисуса Христа, подобились иудейскому Синедриону, который превратил Иерусалимский храм в дом торговли и вертеп разбойник. Сегодня таковы приходы московской патриархии. Можно спорить о некоторых вероучительных вопросах, но в 20 веке, в начале 21-го, все это смутное и богоборщическое время сатана потрудился по созданию лжеучений, ересей и лжецерквей, в которых господствуют лжепастори, чтобы запутать людей. А не камел, лжепроповедник, псевдоправославный, вот действительно, свое они налипляют, это Достоевский об этом говорит, чтобы сильнее уязвить, упрекаясь собственными грехами. Одна из таких лжецерквей это московская патриархия, созданная в 1943 году по инициативе и под чутким руководством спецслужб СССР. Так что жаждущие и алчащие правды утверждались в православной вере опытным путем через гонимых советской властью и ее верной помощницей московской патриархии, настоящих христиан, староверов, катакомбников, зарубежников. И на этом пути никто не был застрахован от ошибок, в том числе и вероучительных. Но алчащих и жаждущих Божьей правды Господь утешит, напитает и приведет в разум истины. Единство веры православной. Можно не сомневаться в том, что общинная православная жизнь общины братьев Лапкиных больше содействует трезвению, бодрствованию и чистой нравственной жизни каждого члена общины. А на приходы московской патриархии полное нравственное разложение, позорившее звание православного христианина. Так что реакция служителей московской патриархии это проявление зависти и ненависти, которые подобны зависти и ненависти иудейских служителей во времена земного служения Господа Иисуса Христа. Абсолютно правильно. Причина тоже указана где. Я хотел показать, что у нас кто заходит, если в моем мире. Вот такой мой листок. Тут очень много всего. Что у нас тут? Сколько фотографий? 18 916. Вот видите, сколько можно здесь найти доброго. А вот наш форум. Заходите прямо на форум, регистрируйтесь и здесь вставляете. А тут последнее. Тут две позиции. Вот новое сообщение. Откните и сразу на последнее выходит. А что искать надо? Общие БНН, паспорта 1580 тем. Тем разных. Сколько здесь всего? Ну а это наш видеоканал. Как он выглядит, посмотрите. Сколько посещителей просмотров? 2 миллиона 324 тысячи 265. Подписчика. Подписчика 3182. Мне интересно, которые гонители, вот самые злобные, которые идут-то. Гляжу, они в подписчики все подписываются. Так интересно. И вам некуда подписываться было бы. То есть они ведь даже не добились, видимо, чтобы сразу к ним горяченько на стол поступало. Одного, другого вижу, третьего. То есть самые ярые, самые богохульные. В поповской рязке все. Безбожники там наплыли. И вот они, вижу, подписаны фотографии. Их просто одна фамилия только идет. Ну а тут что сказать. Вот у нас еще есть вот кнете здесь. Главное, вот главное. Тогда выйдет, как ставится життя святых на каждый день. Я их насчитал в 80-х годах. Один добрый человек. Вот, выставляет. И они очень хорошо. Допустим, что здесь последнее? Пиони. Вот и вот к ней только. Вот видите, как оно проявляется. Ищи там звук. Ну. Вот, вот как. Что там? Считай, смотри. Життя святых на каждый день. Внизу. То есть, 4 марта. Страдания святого священобучника, пиони, пресвитера, смирского и прочих с ним 11 марта. Таких шитей, вот так вот, 1137. Полностью по Дмитрию Ростовскому 12 книг. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. В Москве пропаганда. 11 марта. Страдания святого священобучника, пиони, пресвитера, смирского и прочих с ним. Апостол велит почитать памяти святых. Вспоминайте, говорит, о наставниках ваших. Так что, если кому-то близко, життя святых, заходите, можно скачать, там Библия, вот на нашем сайте, у нас сайт, вот он где, это очень большой сайт. Около 50 книг в аудио насчитано. Проповедей больше тысячи. Ответов отвечал я, это вот в университетах, на радио. Я три радиопрограммы регулярно вел одно время. Во всех отделах милиции, воинских частях. А я плохо слышу, и мне записки в письменном виде. А потом я попросили более расширенно дать ответ. И вот здесь даю ответ. Это не мало, а 4 тысячи, это 124. Вот любое, что нравится, выбери вот какой-то. Какой? 20-й, коммунизм. Коммунизм, интересно. Вот ткнул-то я, 20-й, вот коммунизм. Сколько вопросов и в каком томе? У меня 30 томов по 752 страницы, открытым оком. Выбери какой-нибудь. Вопрос 662. Революция, которая в 17-м году произошла из-за богоступничества русского народа, и, возможно, в чем-то виновата была и церковь, хотя она свята. В чем проявилось богоступничество русского народа? Русь называет святой. В чем же святость? Как проявилось поведение церкви перед революцией? Какие сильные вопросы. Я обязательно буду ссылаться на Слово Божие. Обязательно. Вот ответ. Какой том? Том 2. И какой вопрос? Не страница, а именно вопрос. Дальше здесь посмотри. Вопрос 2264. Девятый том. Неужели, может, православие на Руси окончится и будет тут иная вера? Вот так. Ответ. И вот смотрите, как отвечается. Изумнимо православное. Ну-ка, прочитай чуть-чуть. Изумнимо православных сделать хорошего сектанта не так уж и сложно. Это было показано адвентистами мая 2004 года в Барнауле. Люди-то совершенно ничего православной веры не знают, кроме внешнего антуража, пришел-ушел. Сказать, что лучше с позиции вечности, пожалуй, и не ответишь твердо. Мнимо православный, определенный, окончательно скреплен невежеством и житьем по-язычески. Но спасения такому нет ни малейшей надежды. Но что тебя перед смертью причастят к глухую исповедь, проведет батюшка. Это все глупости человеческой хитрости. Мимикрия, рот ревностных распинателей Иисуса и поносителей истины. Говорить о покаянии первосвященникам не приходилось. А и священников вполне могли быть бы осносны христиане, Деяния 6-7. И даже какие места писания, видите как. И всегда ответ, почти всегда, заканчивается стихотворением. Стихотворение, это у меня больше трехсот поэтов разных, из которых я брал оттуда. Вот это даже взять, вот тема здесь, будто на букву Е. Вот посмотри, здесь евреи, вот по еврею. Стоит, кажется, 36 вопросов было. Вот посмотри какой-нибудь, задай вопрос. Почему слово синагога встречается нигде в Ветхом Завете? Вот так. Ответ. По всей вероятности, потому что синагог еще и не было, когда была написана последняя книга Ветхого Завета. А может не было случая пророку Малахию упомянуть про них. Все внимание было обращено на храм. Пророки в основном были в Иерусалиме, Малахия. Принесите все десятинных в дом, хранилище, чтобы там было пищи. Ну понятно, что Гиблия говорит. И дальше синагога. Синагога, греческий молитвенный дом в иудействии и иудаизме. Слово синагога также употребляется, как синоним иудаистской религиозной общины. Согласно его стиху Флавию, обычай собираться по субботам для чтения закона был введен еще Моисеем. Ну то есть, вот какой ответ. И таких ответов, и не то, что там нападки на евреев, этого вообще нету нигде. А прямо. Один том посвящен полностью разбору Корана во свете Библии. Такого нигде больше не найдете в интернете. В сравнении с Библией их суры и аяты. Вот так. Заходите сюда и получите то, что вам Господь положит на сердце. Почитайте. Все пока на этом. Хотел сказать, вот ко мне, которые в друзья просятся, должны быть вот такие вот у вас фотографии. Вот видите, человек. Вот он, голова его видать. Видно глаза. Чтобы в таком виде было. Когда идут какая-то куча или что-то там ставят, ну неизвестно что. Ну, друзья, я их удаляю. А вот которые посещают, вот это вот. Зачем он? Глаз какой-то. Это он ни книг, ни фамилия, ни имя. Это он у меня не будет в друзьях. Нет, если в темных очках, тоже не приму. И вот так вот далеко. Вот хороший, все, но не храм же здесь. Зачем мне храм-то? Ты вот так вот сделай. Вот Николай Веселов. Вот так должен быть. Вот глаза видать. Вот рядом стоит человек. Это что? Морда какая-то. Овещи, бычащи, олени. Олени, наверное. Ну да. Ну и что? Я с ним знакомиться буду? Он забодает. О, хорошие какие снимки. Подряд. Все. Ну это мелочь. Далеко не видно. Да вот видно, глаза можно посмотреть и поговорить с человеком. Вот. Вот этого тоже в друзьях не будет. Это я его обязательно предупреждаю. И он снимает, другой понимает и сразу вставляет другое. Вот здесь он мне почти вот это. А на остальное, ну просто убираю. Это тоже не пойдет. Одни глаза. Вот такие вот фотографии должны быть. Вот это тоже. Она его заменила. Он здесь не могла заменить. Наверное, женщина оказалась. Одета, в платке, приличная. Это которые пришли посетители здесь. Видите как вот. Ну вот это что? С кем? Наклоненная какая-то там. Хибарка стоит. Крест на ней боком. Радуга, святые. То есть еще нету обман. Вот. Вот трое. Смотрите, как все хорошо выглядят. Глаза, лицо. Вот здесь все придет. Вот это вот, ну видите, акулья морда или щата непонятно. Ну и с кем? А здесь вообще ничего нету. Какие это друзья? Посещать они могут. Это тоже не могут заменить. Я бы вот этих выбросил, вот показываю. Но это очень близкие люди. Им льготу дают такую. Притом даже мне это неприятно. Вот это почти как. Зачем он скрылся? Вот я хочу показать. Ну вот это вот. Еще чудище. Еще нет. Вот. Вот как должно быть. Вот это вошли. Видно, кого уже принял бы. Я не принял. Зачем? От наклонился. Зачем? Спрятал лицо. Чтоб его не видели. Вот на днях человек тут стал заходить. Просто показать. Вот. Чистое. Настоящее. Вот он где. Как его здесь. Иконы видно даже. Вот. Этот откинулся. Глаза нету. Это не надо. Ну как на паспорт. Это же документ. Котика какого-то паспорта. А тот шляпой закрылся. Ну явно дело, что хитрован. Это тоже непонятно. Несколько их показал. Малышка в голову сделает. Попробуй. Узнаю его. Тут не пройдет этот номер. Я недавно удалил больше тысячи из друзей. Все на этом на сегодня. Слава Иисусу Христу. Ну веки веку. Продолжение следует...